В Красноярском крае стартовал литературный конкурс имени Игнатия Рождественского. Теперь у поэтов и прозаиков нашего региона есть два месяца, чтобы выбрать произведение и оформить заявку на участие. Более подробно о конкурсе нам расскажут наши гости в студии. Руководитель концертно-просветительского отдела Дома искусств, ответственный секретарь конкурса Арина Белова и прозаик. Поэт, член Союза писателей России, лауреат всероссийских литературных премий, главный редактор Красноярского краеведческого и литературно-художественного альманаха Енисей, председатель жюри по совместительству Михаил Тарковский. Доброе утро, рада вас в нашей студии. Ну, рассказывайте, каковы сроки подачи заявки, как это сделать и есть ли у поэтов еще время? Да, начну с того, что конкурс стартовал уже седьмой раз. Организатором выступила Марина Олеговна Савиных, это главный редактор журнала «День и ночь». Вскоре этот конкурс передали Дому искусств. И сегодня мы ждем заявки уже 16 января по 16 марта. Ждем мы заявки от всех желающих, любителей писать. Это могут быть как любители, так и профессионалы. Но есть главное «но». Мы ждем только те заявки, то есть тех людей, которые проживают у нас в Красноярском крае. Официально зарегистрированы по месту жительства. Все верно. Об этом идет речь? Да, да, да. Замечательно. А сколько номинаций будет и каковы они, вот главные, может быть, перечислиться? В этом году у нас 6 номинаций. Это «Малая проза», «Поэзия», «Я себя не мыслю без Сибири», «Видеопоэзия» и «Писатели, пишущие для детей», произведения для детей. Но у нас есть еще новая номинация, такая номинация, как «Драматургия». И мы ждем заявок от всех желающих. Мы еще знаем, что есть такая номинация, как «Видеопоэзия». Да, действительно. В чем она заключается, как можно в ней поучаствовать? Такой современный тренд, получается, для, может быть, каких-то видеоблогеров. Такая поэзия трансформируемая и более, может быть, узнаваемая для молодежи современной. Да, действительно. Этот жанр, он не нов, но у нас в Красноярском крае он начинает только развиваться. Это такой симбиоз видеоклипа и стихотворения. То есть тут уже все зависит от вашей фантазии, как у вас получится, что вы хотите нам показать и о чем вы хотите нам рассказать. А это может быть групповая работа, ведь не всегда тот, кто пишет хорошо стихи, умеет, не знаю, красиво режиссировать съемки. Это может быть групповой, в общем, труд? Да, это может быть авторский проект нескольких человек. Ну, вот у нас есть пример одного из них. Давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. С медным тазом те, кто отстоять не сумели трою, Одиссей отправится на Итаку, остров, что остался в далеком прошлом, где синело море, сияло солнце и бродили козы по горным склонам. А еще с девчонкой тонконогой, на перегонки до того колодца, Кто последний тот, козапаз без ноги, И потом валяться в тени оливы, Наблюдать, как в небо ныряют птицы, Мечтать о подвигах величайших, И не понимать, почему хохочет Эта конопатая с рыжей гривой, А волна потихонечку... Это был отрывок из стихотворения красноярских поэтов Рустама Карапетяна и Ольги Левской. Они стали победителями в одной из номинаций именно конкурса Рождественского. Да, все верно, это было в 2016 году. Вот мы знаем, что у вас есть какая-то информация о самом Игнатии Рождественского. Знаете, действительно, ну, конкурс проходит не первый год, и все знают конкурс Рождественского, конкурс Рождественского, вот. Вот, и я просто уверен, что не все знают, что это за замечательный человек был Игнатий Дмитриевич Рождественский. Он родился в Москве в 1910 году. Бабушка его переписывалась и дружила с Тургеневым. Вот, она была детской писательницей, можно сказать, писала стихи для детей. Вот, а потом в 1920 году с родителями они переехали в Красноярск. Вот, и Игнатий Дмитриевич, ну, был настоящий подвижник, таких тогда было много людей. Вот, он трудился и в тайге, и просеки рубил, и в геологоразведке работал. Потом он заочно пединститут закончил. Они уехали с женой в Туруханск, потом в Игарку. И он был учителем Виктора Петровича Астафи. Вот, и писал прекрасные стихи. И во время войны многие бойцы в окопах, они читали его стихи, и они эти стихи очень здорово их поддерживали. Так что, я к чему все это говорю, что нужно помнить, когда ты участвуешь в каком-то конкурсе, ему нужно обязательно знать о человеке, в честь которого этот конкурс, и продолжать те традиции, которые он своей жизнью сам вот являл и воплощал. Видеоролики видеороликами, но про традиции забывать не надо. Вот это что. Это главное. Ну да. Михаил Александрович, вы не первый год в жюри. Вот номинация «Видеопоэзия», она существует недавно. Как вам такой вид исполнения стихотворения? Я этот такой симбиоз воспринимаю как такую меру для того, чтобы... Меру по спасению статуса поэзии. То есть это способ привлечь как можно более широкие какие-то круги, вот таким способом к поэзии. Вот для того, чтобы, так сказать, просто, ну, это может показаться интересным, вот, необычным. Хотя все это было еще, когда мы были маленькие, были слайд-шоу. Конечно. Вот это все было. Потому что некоторые говорят, ну что это такое-то, такая морская свинка. Не морская и не свинка, да? Но в качестве способа привлечения я считаю, что это очень хорошо и имеет право на существование. А как это оценивать? Вот как члены жюри оценивают вообще поэзию в разных номинациях? На что, помимо формы, нужно обращать внимание? На содержание. Вот мне кажется, самое главное, это все-таки содержание стихов. Вот. И если содержание стихов слабое, то никакая музыка его не вытянет. И любой человек, который мал-мальски разбирается, он просто скривится и поет, что это вы тут мне под красивую музыку, под красивые картинки, и вы втехиваете, значит, слабые стихи. Так что не обманишь. Упаковка упаковкой, опять же, но смысл тоже не нужен. Естественно. Как много заявок приходит именно в эту номинацию? Много ли сегодня творцов, способных и писать, и вот еще и красиво делать упаковку? Ну, видеопоэзия, она больше, как вы правильно сказали, интересует молодежь. И в основном мы получаем заявки от молодых поэтов, от молодых художников, которые хотят представить на суд экспертов свое творчество. Вообще, насколько много заявок попадает в сам конкурс? Либо есть какие-то ограничения помимо места жительства? А так вы принимаете, не знаю, все ли подряд? Либо действительно есть какой-то цензор? Есть ли квалификационный отбор? Вот что интересует нас. То есть все как один могут поучаствовать в состязании? Или все-таки есть какой-то предпросмотр всех этих заявок? Нет, у нас, как я уже сказала, принимают участие как любители, так и профессионалы, но у нас есть категории. То есть детки от 6 до 18 лет могут подать, а также взрослые в категории от 18 лет. Эксперты просматривают заявки, после чего по 10-бальной шкале они проверяют и оценивают. Где-то можно познакомиться с этими работами? Либо это только те люди, которые дойдут до финала, будут иметь возможность на суд общественности их вынести? Да, действительно, на нашем официальном сайте Дома искусств можно будет посмотреть список победителей, а также тексты победителей, они будут опубликованы в Краевическом и литературно-художественном альманахе Енисей. Самих же победителей, точнее, кто победил в разных номинациях в этом конкурсе, можно будет узнать на закрытии Всероссийского литературного фестиваля книга о будущем, которая состоится в апреле. То есть это будет некий такой отчетный концерт, куда могут прийти, не знаю, слушатели и насладиться поэзией вот вживую. Мне всегда было интересно, в каком формате проходят именно литературные концерты. Это как квартирник или какая-то камерная обстановка? Каким образом вся эта история выглядит? Либо большая сцена БКЗ. Обычно у нас проходит закрытие фестиваля в камерном зале Красноярской краевой филармонии и, конечно же, на закрытие фестиваля «Вход свободный». Там могут прийти как писатели, творцы, так и родственники тех людей, которые очень переживают за своих... Круппа поддержки. Да, да, за своих любимых, родных и близких. Один и тот же поэт может несколько раз участвовать в вашем фестивале? Да, действительно, у нас могут быть победители одни и те же в разных номинациях, но такого у нас еще не было. Даете шанс всем, можно так сказать. Ну, вот смотрите, вы сказали, до 15-го числа, до 15-го марта принимаются заявки. Куда отправлять? На какие ресурсы? Где, может быть, посмотреть электронную почту? Либо нужно в каком-то рукописном виде приносить свои труды? Да, более подробную информацию, точнее положение, можно будет найти на нашем официальном сайте Дома искусств, домоискусств24.ру, или позвонив нам по телефону, уточнить 212-48-60. Ну, в электронном виде можно быть. Да, 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 конечно. В положении указан также электронный адрес, элитпремия собакамейл.ру. Вот, мы ждем заявок. Да, просто дело в том, что наш телеканал вещает нам весь трехмиллионный Красноярский край с богатой географией, и приехать иной раз в столицу края бывает сложновато, поэтому людям из Норильска, Дудинки, да и других городов наверняка будет удобнее, конечно же, в электронном виде воспользоваться этим правом, потому как таланты живут везде. Друзья, если вы все-таки живете далековато от Красноярска, то мы вам настоятельно рекомендуем обратиться на сайт вышеуказанный и уже непосредственно отправить свое творчество. Возможно, где-то там, далеко, далеко от красноярской цивилизации растут истинные бриллианты русской поэзии. Ну что же, мы желаем вам как можно больше участников, как можно более талантливых победителей. Еще раз представлю наших гостей. Сегодня мы беседовали с руководителем концертно-просветительского отдела Дома искусств, ответственным секретарем конкурса Арины Беловой. Также в студии прозаик-поэт, член Союза писателей России, лауреат всероссийских литературных премий, главный редактор Красноярского краеведческого и литературно-художественного альманаха Енисей, председатель жюри Михаил Тарковский. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое. С добрым утром еще раз. До новых встреч.